МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Белорусская граница. Современная, оборудованная автоматизированными пунктами пропуска. Ежедневно ее пересекают почти 80 тысяч человек. Из них только 20 задерживаются за нарушение пограничного режима. Это тоже белорусская граница. Начало 90-х. Всего две пограничные части и около 2000 нарушителей границы в день. Эта цифра 20 лет назад стала точкой отсчета боевого пути одного из самых закрытых спецподразделений страны. Утром они на польском участке границы, днем на литовском. Вечером могут проводить задержания в одном из городов Беларуси. В средствах массовой информации об итогах мероприятий много не расскажут. Подробности некоторых уникальных операций этого спецподразделения неизвестны до сих пор. Думаю, что в 94-м году таких операций на постсоветском пространстве никто не проводил. Это, по сути дела, как от нас, сколько он существовал на Запад. История об этом умолчает. Но, насколько мне известно, мы первые, которые его задержали. При этом, значит, пришлось нашего негласного сотрудника, внедренного мгновенно, после операции легализовывать и отправлять. И он сейчас, надеюсь, живой и здоровый. 1994 год. В Минске при попытке сбыта партии наркотиков задержан чемпион Европы по кикбоксингу. Помощь оказывали нам, все-таки оказывали сотрудники МВД, оперативные подразделения и группа задержания. Потому что немножко не наш профиль, у нас контрабанда и нелегальная миграция. За один год своего существования сотрудники еще никому неизвестного спецподразделения выявили 15 каналов нелегальной деятельности на границе. По их реализованным оперативным материалам были привлечены к уголовной ответственности 11 руководителей преступных кланов, занимающихся торговлей людьми. Вскрыта целая сеть пособников. С поличным взяты представители афганской и пакистанской преступных группировок. В квартире находилось 3 человека. Двоих задержали сразу, третий где-то прятался. Нашли его под кроватью. Как впоследствии оказалось, генерал, действующий афганской армии, как один из организаторов канала нелегальной миграции. Новое подразделение пограничного ведомства с непонятной аббревиатурой АСАМ в 1994 году многих удивило своим результатом. Эта малочисленная, но очень профессиональная структура была создана для решения особой задачи. Для успешной борьбы с незаконной миграцией, вот этой организованной преступной деятельностью, необходимо создание подразделения специального, обладающего силами и средствами для проведения разработки именно организованных каналов преступной деятельности, именно в Минске. Потому что вся организация, исходя из условий географических республик, Беларусь, вся организация исходила из Минска. И поэтому успешно можно было бить по голове гидры только в Минске, но не на линии границы, так как в зоне заложения и пограничных нарядов, и оперативных сил, и средств данные организованной преступной группы находились просто минуты. И даже если наши силы и средства их фиксировали, то все равно войсковые силы не успевали развернуться, а эти группы уходили. Поэтому ему была подготовлена докладная записка на премьер-министра. Мы достаточно успешно провели согласование со всеми взаимодействующими, заинтересованные, это прокуратура, МВД, КГБ. В соответствии с решением Совета министров Республики Беларусь от 29 марта 1993 года, на основании приказа командующего пограничными войсками Республики Беларусь от 31 мая 1993 года, создана отдельная служба активных мероприятий пограничных войск Республики Беларусь. Когда мы начали создавать АСАМ, у нас опыта создания не было, и не было нигде за рубежом. Польшу, Украину посмотрели, ну все вокруг нас страны, которые, ну, те же условия примерно. Такого подразделения не было, это первое. Таких подразделений специфических не было, ни в КГБ, ни в МВД, ни у таможни, ну, которые могли бы что-то мы взять. А здесь же конгломерат оперативный, значит, силовой и даже, ну, хозяйственное, это все юридическое, оно было замкнуто в одно единое целое. Вот. Поэтому, вот и в чем специфика этого, что мы создали вот эту структуру с перспективой большой на будущее. Сразу начали работать. И за 93-й год, если говорить о задержаниях нарушителей границы, задержали нарушителей границы раза в 4 больше, чем все пограничные войска Беларуси. И причина была не в том, что у нас силы большие. Мы сразу стали работать на большую глубину, потому что рубежа упреждений для войсковой сил практически нет. Только оперативным путем выявляя эти каналы, можно было заранее знать о нарушении границы. Первое задержание, я помню, в Бресте происходило, когда одновременно мы человек 80, уже непосредственно внедрившись в эти группы, их задерживали. Им все надо было создавать с нуля. Формировать состав нужными кадрами, нарабатывать методики, закупать спецтехнику и проводить сложнейшие оперативные мероприятия. Интересная история была в том, как мы ее доставляли, потому что к тому времени уже было два независимых государства, и в то же время стояла граница, стояла милиция на постах. На вопрос, что мы везем, один из наших офицеров, тоже начальник отделения, да мы много чего везем. Там действительно у нас был полностью загружен автобус бронежилетами и специальной техникой, и это все так, что он еле-еле полз по асфальту. Таким образом, первые образцы специальной техники попали к нам на вооружение. Основным местом дислокации спецподразделения станет Минск. На окраине города разместятся первые базы ОСАМ. Этот выбор был сделан не случайно. И раздавали руку. Расскажите, левая рука. Пусть там сотрудники, которые будут смотреть, не обижаются, но и учителями в этой сфере оказались мы, потому что работа с этим контингентом из среднеазиатских стран, из стран ближнего, сколько она специфична немножко. Разделение по оргпреступности МВД и комитет госбезопасности, центральный аппарат, и все областные управления, ну, начиная с рубежа, наверное, 1994 года где-то, ну, активно включились нам помощь. Конечно, сама служба эти задачи не решила. Для организаторов преступного бизнеса на границе наступили черные дни. С офицерами ОСАМ невозможно было договориться. Взяток они не брали. Угроз не боялись. На задержание выходили даже тогда, когда численное преимущество было явно не на их стороне. Грабительский шел вырез нашего леса. Хотя у нас от белорусского леса, на белорусской территории, и причем на высокотехнологическом уровне группа 45 человек, строителей, порядка 8 единиц техники. Нас было 3 человека, но посредством применения психологических приемов мы смогли пресечь их деятельность, дождались и их просто-напросто передали. 45 человек, хотя в любой момент они, ну, нас бы просто-напросто закопали бы в этот снег, залили бы водой и там памятниками поставили. Но этого не случилось. Почему? Потому что существовало и существует, и будет существовать вот это вот морально-психологическое состояние, состояние победителя, которое сама служба в этом славном подразделении, она воспитывает, воспитывает чувство победителя, чувство гордости за эту службу. Что их отличает на сегодняшний день от других стражей границ? Это то, что есть отряд, каждый отряд, каждая комендатура, застава, у каждого есть свой конкретный участок. А для подразделения, по-саму, этот участок был, была вся граница. И если кому-то доверено его маленький кусочек, то по-саму ему доверена была вся граница полностью. А это, соответственно, и ответственность определенная, значит, это доверие, и его надо, соответственно, было правдой. С помощью ОСАМ пограничники быстро стабилизировали ситуацию на границе. 48 боевых офицеров, первый состав службы, не только вышли победителями в этой неравной борьбе, они создали в своей стране уникальную систему работы, которая в дальнейшем позволит эффективно пресекать преступную деятельность на границе. Редактор субтитров А.Семкин В году мы задерживали около двух тысяч нелегальных мигрантов. Как правило, значит, было ликвидировано 3-4 канала. А вы представляете, что канал ликвидировать, это же не так-то просто. Это нужно выявить организаторов, всю эту цепочку, переправщиков. Еще нужно было собрать доказательную базу. Поэтому я горжусь, что я служил там. Гордость за службу приходит далеко не сразу. Терпение, упорство, выдержка, внутренняя борьба с самим собой. Только преодолев их, можно со всей ответственностью понять и оценить нелегкую службу в этом подразделении и гордиться ею в полной мере. Когда не забуду свой первый выезд в командировку, мы так это называли. У нас они РПМ назывались, разведпоисковое мероприятие. Выехали мы там, по-моему, на трое суток. Естественно, берешь с собой по минимуму, чтобы не тягать на спине все это, помимо оружия. Поэтому почувствовал, что такое, когда есть хочется, и что такое, когда пить хочется. А было это зимой, холодно было. Что-то такое, ходить по глубокому снегу. И, естественно, помогать этому никто не будет, потому что всем тяжело. Мы друг друга настолько понимали, особенно, когда ходили, вот с кем ходили на мероприятия определенные, то есть настолько не разговаривая, мы понимали друг друга с полуслова, особенно позже уже, когда год прослуживший, полужеста. Бывали такие ситуации, когда лес, утренний лес, часа 4 утра, тишина такая, что вот вода с дерева капает, слышно метров на 15-20. И ты должен это пройти, пускай недолго, пускай метров 300-400, но их надо пройти так, чтобы никто, естественно, не услышал. Ни по станции ты говорить не можешь, ни шепотом переговариваться, только вот так, друг другу взглядом, каким-то жестом. В среднем сотрудник АСАМ проводил в командировках порядка 120 дней, не меньше. 120-180 дней. То есть вот если представить, это, по сути дела, полгода жизни находишься среди людей. Ты их знаешь больше, чем свою жену, и своих детей. Сейчас уже, насколько я знаю, насколько я понимаю, мы просто не даем этой тенденции незаконной миграции. Гасим это все на корне. То есть зачатка. Благодаря оперативной работе, благодаря силовому компоненту, аналитике, юридическим вопросам. Где-то сигнал получается, что где-то чего-то. Ну, то есть он не доходит до крайних мер, когда нужно было гоняться за ними там по всей республике. И вот наружки там не спать, догонять их и все прочее. Поэтому романтики стало меньше. Но с другой стороны, служба, как говорится, на то и щука, чтобы там карась не дремал. То есть это щука. То есть и караси, они подумают, там, организовывать какой-то контрабандный канал или канал переброски людей там, и там, наркотиков чего-то через границу или нет. Потому что вот все, вот это ее главная заслуга. Сегодня служба активных мероприятий это высокотехнологичная, оперативно-розыскная и боевая структура органов пограничной службы, способная противостоять любым угрозам пограничной безопасности Республики Беларусь. Мы вывели в отдельные задачи борьбов с негальной миграцией, как и было ранее. Борьбу с наркотрафиком, борьбу с экономическими преступлениями, а также коррупцией на государственной границе и, как традиционно, защита военнослужащей и правительственной службы. Это наша основная задача. На вооружении службы самые современные средства связи, спецтехники, вооружения. Она располагает всем необходимым оборудованием для проведения спецопераций. Бойцы спецподразделения в черной камуфляжной униформе и маске хорошо известны в Европе своим профессионализмом. Сейчас по уровню оснащенности, вооружением, снаряжением у нас хороший европейский уровень. По многим образцам, я говорю, что не у каждого подразделения есть то, что есть сейчас у нас. График рабочего дня сотрудников ОСАМ не нормирован. География выездов вся страна. Они имеют право работать не только на границе. Степень риска, как в любом спецподразделении, никогда не знаешь, чего ждать от противника. Из материалов дела проводники-разведчики преступной группы подбирались из числа лиц, проходивших службу в армейских спецподразделениях России и имеющих опыт боевых действий на Северном Кавказе. Занимались достаточно квалифицированной разведкой наиболее уязвимых мест для проникновения через государственную границу в обход пограничных нарядов. В современных условиях скажем так нарушители законности они ведут себя очень нагло. Они стараются любыми путями не подчиниться законным требованиям вплоть до того, что не чурают с такими методами как попытки наезда на сотрудника. То есть они очень наглые. Чем жестче с ними работаешь, тем больше шансов, что они не выйдут безнаказанными. Это особая каста и свой особый консервативный взгляд на тонкости службы. ВАСАМ отбирают только лучших офицеров силовых ведомств. Право называться профессионалами офицеры этого подразделения подтверждают многочисленными победами на самых разных соревнованиях. Они сегодня успешно штурмуют спортивные ринги мира. Самое большое количество наград в копилке части по огневой и снайперской подготовке рукопашному бою. За этими результатами стоят ежедневные изнуряющие тренировки, где каждое движение доводится до автоматизма. Физически к нам люди приходят уже довольно-таки готовые. То есть откровенно слабых не бывает, потому что откровенно слабые к нам просто не идут. Но сложно именно в психологическом плане людям, в моральном плане, потому что физические нагрузки они постоянно идут на фоне стресса. И вот это тяжело. Это человек должен понять, что он пришел туда, куда ему надо. Система подготовки этого спецподразделения основана на комплексе знаний, умений и навыков действий в экстремальных непредсказуемых условиях. Для работы на границе нужно освоить в совершенстве организацию тактики оперативно-розыскной и поисковой деятельности, следопытства, маскировки, тактик огневой и снайперской подготовки, топографии. Практически уже запредельные нагрузки. В данном случае на этом этапе учений они уже более суток не спали, находились на ногах, прошли где-то около 50 километров и плюс заключением тут марш-бросок 5,5 километров. Средний человек неподготовленный, он, конечно, не выдержит учения. Они, опять же, наверное, человека сам, он осознает, его это или нет. Может он это переносить, не может. В первую очередь проявляется их морально-психологическая устойчивость, волевые качества, слаженность в группе, взаимодействие, взаимоотношение между собой, межличностные отношения, что немаловажно. А по-другому здесь нельзя. На государственной границе должен быть порядок, который слабой рукой навести невозможно. 15 сентября 2011 года в пограничной полосе на белорусско-литовском участке границы задержаны 5 граждан Афганистана, незаконно въехавшие в Беларусь территорию Российской Федерации, а также организаторы и пособники преступной группы. Совместными усилиями задержано 13 незаконных мигрантов, выявлено 5 организаторов и 6 пособников. За перевозку граждан Афганистана организаторы нелегального канала брали по 10 тысяч долларов с каждого. Еще одна отлично выполненная работа офицера ФАСАМ. В этот раз она проводилась совместно с литовской стороной. ФАСАМ это своеобразный бриллиант в короне пограничной службы. Сплоченность аналитики, порядочности, ума, силы, быстроты реакции, действий. Никого не боялись никогда ОСАМ. Сети, которые должны быть расставлены ОСАМ, должны приводить к тому, что кто бы не хотел нарушить границу по любой причине, в принципе, на сегодняшний день он все равно попадает в ту сеть, которую расставляет отдельная служба активных мероприятий. За последние годы сотрудниками отдельной службы активных мероприятий задержано порядка 1300 нарушителей государственной границы, более 6000 незаконных транзитных мигрантов, товароматериальных ценностей на сумму более 17 миллионов долларов США. Органам дознания возбуждено 259 уголовных дел, а во взаимодействии с правоохранительными органами 452. Пресечена деятельность четырех организованных преступных групп, осуществляющих свою преступную деятельность через госграницу Республики Беларусь. Из незаконного оборота изъято более 44 единиц огнестрельного и около 2500 единиц холодного оружия, 15 тысяч боеприпасов, а также более 40 килограмм наркотических средств и психотропных веществ. Мы делаем очень много для обеспечения пограничной безопасности. Есть серьезные факты задержания, взаимодействия, в том числе международных преступных групп. но, я считаю, это не главное. Главное, наверное, наша присутствия на границе и на сегодняшний день мы знаем из оперативных также источников о том, что прибытие подразделений на границу уже останавливает всю противоправную деятельность на очень большом участке границы и тот факт, что он находится на самом этом участке, уже стабилизирует обстановку и не позволяет создавать угроз пограничной безопасности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова На двух автомобилях преступники въехали в пункт пропуска. Во время осмотра контролеры обнаружили в одной из них оружие. Задержать сразу нарушителей не удалось. Группа террористов заняла одно из помещений погранперехода в пункте пропуска Каменный лог Меденинка. Такова была легенда первых совместных учений белорусских и литовских спецназовцев. Борьба с терроризмом стала общей задачей для многих стран мира. Сотрудники спецподразделения органов пограничной службы активно участвуют в межведомственном и международном сотрудничестве в рамках учений, семинаров и ознакомительных визитов по антитеррористической тематике. В этот год-два у нас настолько очень много сделано по взаимодействию между специальными подразделениями, что, в общем-то, можно об этом говорить и довольно так и так с уверенностью, что такого никогда не было. Часто и собираемся регистр координационного совета командиров подразделений специального назначения. И мы это вот настолько все отрабатывается все вопросы и мы готовы любое время прийти и начать на помощь друг другу. Самое главное, что у нас хорошие личностные контакты. Мы можем в любой момент организовать взаимодействие по всем вопросам. На сегодняшний день я считаю, что довольно-таки большой шаг сделан по взаимодействию между подразделениями и это только на благо. За особые заслуги в охране государственной границы 60 военнослужащих специального подразделения сегодня награждены государственными наградами Республики Беларусь. 22 июня 2011 года в мемориальном комплексе Брестская крепость Герой командиру АСАМ президент страны Александр Лукашенко вручил боевое знамя части. Символ воинской чести, доблести и славы подразделения. Подразделение, просуществовавшее 20 лет, значит, оно себя зарекомендовало, показало, доказало, что оно имеет право на существование и с ним считаются. Более того, насколько я знаю, сейчас и подразделение, в котором я служил, и в целом АСАМ достаточно на хорошем счету, оно полностью выполняет поставленные задачи и добивается очень хороших результатов. Поэтому я поздравляю с этой датой. Ребята смогли показать, что они не зря едят свой хлеб. Пожелать бы хотелось, наверное, оставаться всегда бойцами. Притом бойцами не только в физическом плане, но и душевно. Не хочу сказать, чтобы у вас там не было преград, чтобы по маслу, ко всему. Нет, наоборот, пускай будут сложности, но эти сложности вы будете с честью, с мужеством преодолевать. И потом, получая хороший результат, это еще более приятно, как-то более, более весомее, что-то для себя. Свою историю ОСАМ бережно хранит в музее части. Он у них тоже особенный. Поддельные документы и деньги, образцы психотропных веществ, первые спецсредства службы, фотоотчеты проведенных операций, о которых до сих пор мало кто знает. Особое место в этом музее занимает экспозиция, посвященная личности Николая Повзуна, реального символа пограничного спецназа. Биографию этого легендарного пограничника знает каждый сотрудник воинской части. Именно здесь проходят ритуалы принятия военной присяги, посвящение в сотрудники специального подразделения. Их впереди ждет путь полный мужества, отваги, служению народу и своему Отечеству. Отдельная служба активных мероприятий органов пограничной службы это наше элитнейшее пограничное подразделение. Я всегда говорил об этом и готов повторять его в период своей службы. И хочу пожелать, чтобы вы всегда оставались теми, на кого можно рассчитывать, на кого можно возложить самые сложные задачи и будешь уверен, что они будут выполнены. На сегодняшний день отдельной службе активных мероприятий сосредоточены лучшие кадры органов пограничной службы. Вам по плечу любые задачи. Я вам желаю успехов, чтобы доброе имя Осама еще многие десятилетия обеспечило надежную пограничную безопасность нашего государства. На форменном шевроне бойцов Осама два скрещенных меча и роза ветров на фоне контура нашей страны. Если о мечах, то они надежно упрятаны в ножках, при этом отточены как лезвие и в любое время готовы к бою. Когда работает Осама, граница замирает. Субтитры создавал DimaTorzok